Всем доброе утро, шоу «Счастливые люди» 6 октября 2023 год. Как мы и обещали вам, у нас в гостях легенда, легенда, не побоюсь этого слова, Александр Мостовой. Саш, привет. Доброе утро. Доброе утро. Саша, ты вообще... Хотя оно было недоброе для меня. Почему? А потому что ехал. Долго добирался. По навигатору, да. А навигатор сами знаете. Вы просто не знаете, оно должно было быть вечерним шоу. Саша вчера выехал из дома. Если вы не знаете, нет таких людей, кто такой Александр Мостовой, это легенда советского и российского спорта. Давай я перечислю клубы, в которых ты играл. Во-первых, это красная пресня. Я начал прям сначала. Ну, это вообще в 16 лет. Нет, ну играл же. Ладно, давай сразу переходим. Скозырей. Скозырей. Спартак, Москва. Да. Было. Значит, сельта. Нет. Не по порядку. А, нет, ты по порядку, почему я говорю. А, Бенфика, хорошо, Бенфика. Да, правильно. Кан. Франция, да. Страсбург. Франция. Сельта. Испания. Алавис. Алавис. Это тоже Испания, да. Испания. Там я, да. Вот они. Приехал и... Все клубы. Все клубы. Перечислил. Саша, спасибо, во-первых, что пришел к нам. Спасибо большое. Спасибо, что выделил время. Вообще это... Скажи, ты спортсмен, ты во сколько встаешь вообще? Ну, по-разному. Ну, сейчас я сплю. Нет, я встаю по-разному, потому что я не привязан к какому-то месту работы сейчас, поэтому... Просто получаешь удовольствие от жизни. Могу в 10, да. Могу в 11. Круто. Так, слушайте, ну давайте перейдем по горячим следам. Что у нас сейчас состоялось? У нас буквально пару дней назад... Фонбет Кубок России. Да. Ребята, я был. Я был. Я болею за футбольный клуб «Динамо Москва». Здравствуйте, добрый вечер. Очень приятно. Влад Капытов Шамрай. Саша, это чтобы ты был в курсе. Болеет за Спартак Москва. Уже понял, уже понял. У меня уже на сравнении. Он уже понял. Докольно. Когда я ему сказал, что он сейчас ездил в Самару на крылья посмотреть, он меня понимает. Я пройдяло такой путь там, 0-4, я такой, до свидания. Да, Влад ездил в Самару, он такой, да, я в Самару поеду. 4-0 привез оттуда. Вообще привет, Влад. Давай обсудим вообще фонбет Кубок России, что там творится. Ты смотришь лиды, наблюдаешь, давай по последним новостям, там очень много событий случилось. Самое неожиданное, это в целом матч в Воронеже, факел ЦСКА. Факел по пенальти, сыграли 1-1, факел по пенальти вырвал победу у ЦСКА. Это какая-то разовая акция, как ты думаешь? Или факел способен вообще отнимать очки и бороться за... Ты думаешь, что ЦСКА акция, как в KFC вот это вот? А забиваешь 1, нам забьет 1, тогда ладно, по пенальти вы берете. Сыграем ничью, да, получишь, получишь, да, бонус. Нет, ты знаешь, все-таки это Кубок. А Кубок чем отличается? Как раз такими результатами. Хотя в этой игре, в этой игре я понимал, что факел, скорее всего, не проиграет. Если так говорить, потому что из-за формата Кубка мы же видим, да, что, в принципе, сейчас многие команды, которые уже добились своей цели, или те, которые на эту цель претендуют, да, выход из группы, да, тут немножко по-разному, по-разному все происходит. Поэтому у факела была принципиальная игра, чтобы не проиграть, потому что 1 очко это тоже дает как... А плюс по пенальти еще до данного формата, и ты играешь еще пенальти сразу, поэтому, конечно, они... А у армейцев был такой момент, что, в принципе, даже если они сыграют ничего, ничего плохого нет по таблице. Можно расслабиться. Да, по таблице. Поэтому не то, что расслабиться, просто там состав был такой неоптимальный у ЦСКА, потому что, опять же, не забываем через 2-3 дня им играть в чемпионате России. И на это все многие смотрят, да, и пример то, что ты говоришь, ты ездил в Самару, да, и ты смотрел, что крылья сделали со Спартаком. Да, и через 3 дня. С твоим, с твоим любимым, да, с твоим. Не с моим, уже не с моим. Спасибо, Саш, спасибо. Можешь еще раз сказать? Да, с твоим Спартаком, спасибо, Валя. А через 2-3 дня они вышли и на первых 10 минутах проигрывают Ахмату 0-2 в кубке. Как это возможно? Но мне кажется, это зависит не только от ротации, если мы берем матч, как раскрыли светов. Есть же такое, я вот просто сам даже знаю, что можно на эйфории перегореть. Вы такие, вау, раз победа, два победа, круто идете, крутая атмосфера в раздевалке. Вы думаете, ну мы все можем. И перегораете уже, не так настраиваете. Да, они на Ахмат вышли втроем. Остальные перегорели, да, в раздевалке перегорели. Горели, горели в раздевалке. Ну и Спартак выиграли 4-0, давай втроем чисто. Давай втроем, да. Ну было же такое, Саш. Да, такое бывает, бывает такое, бывает такое. Но все равно, ты знаешь, все-таки, когда есть игры на кубок, в основном на кубок, то, с чего мы начали, да, то, что еще начинаем, когда команда уже, в принципе, сделала цель, как, например, одна или другая, да, в принципе, выходят те игроки, которые задействованы мало в чемпионате. Поэтому у них-то все равно принципиально, они же должны показывать, доказывать. По идее, да. Как ты должен, поэтому, если мы говорим о крыльях советах, да, которые три дня до этого разорвали Спартак, а потом вышли, там, кстати, наполовину был состав, те, кто играл со Спартаком. Да, да. Почему? Ребята, играйте, доказывайте, это же тоже вам шанс предоставляется. Ты забил, вышел бы, выиграл, забил два, но тренер бы сказал, ух ты, ничего себе на следующий уровень. Они же так и говорят, тренера всегда. Да, ух ты, 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 3-0, как же так, да. А ничего тебе в реале, ух ты. Ребятки, у нас сегодня в гостях Александр Мостовой, мы продолжим обсуждать фонбет Кубок России, и не только этот чемпионат, обязательно оставайтесь с нами, накидывать вопрос Саше на номер телефона ватсапа, 917-505-10-01, скоро вернемся. Так, народ, шоу «Счастливые люди», у нас сегодня в гостях Александр Владимирович Мостовой, легенда российского футбола. Саша, у нас есть вопрос от радиослушателя, он очень крутой. Крутой? Да. Доброе утро. Хочу спросить у Александра, если не ошибаюсь, в 98-м году был чемпионат мира, и была рекламная акция «Собери фантики из-под чупа-чупсов и получи плакат с автографом Александра и расписанием игр». Так вот вопрос, хранишь ли фантики? Фантики. Ой, действительно. История была такая, да, рекламная акция была, и я единственное могу что сказать, снималась она, это был клип, ролик сначала, да, как это делается, да. Снимали в Лужниках. Да. В Лужниках, да, действительно прикольно было, с детьми особенно, ну это ясно, потому что «Чупа-чупс». Да. Здесь фантики я, наверное, не храню, единственное, что было, я по тому моменту помню, что меня «Чупа-чупсом» забросали, забросали потом, потому что я в это время в 98-м играл в Испании, да, у меня дети были маленькие, и поэтому нам постоянно присылали эти коробки с «Чупа-чупсом», и дети уже говорят, да сколько можно, прекращай, папа, не надо больше, я вам нужен. Можно борщ какой-нибудь, прорекламируйте теперь воду, мы пить хотим. Нет, прикольно было, потому что куда ни посмотришь, везде лежал «Чупа-чупс», да, между елки. А еще один вопрос, Александр, вам. Здравствуйте, Александр, скажите, пожалуйста, в чем, по вашему мнению, проблема «Спартака»? То они выдают супермачи, то как начинающие, спасибо. У меня нет ответа. Ни у кого нет ответа, я тебе больше скажу. Да, ни у кого нет ответа. Даже у «Спартака». Даже, да, даже у «Спартака». Трудно ответить, правда. Да, слушайте, вот еще вопрос такой, Александру. Какой игрок, по мнению твоему, самый крутой, с кем тебе было приятно играть? Вот с кем ты играл или против кого играл, ты такой, вау, вот эта машина. Ну и желательно, чтобы он был чуть-чуть известный. Нет, ну их очень много было, их очень... Это, наверное, один из самых трудных вопросов. Топ-3 на сегодня, завтра мнение, может, поменяется. Ну не могу ответить однозначно. Ну хорошо. Но я думаю, давай так, если знаешь что, против, да, против. Ну, во-первых, я же много-много лет играл за границей, поэтому... И в Советском Союзе, да, в России я же не играл. В чемпионате России у меня ни одной игры нет. Я как уехал, когда Советский Союз развалился. Ну... Ну вот... Роналду Зубастик. Да. Роналду Зубастик. Матч. Матч. Это что-то сумасшествие какое-то. Это правда. Из нападающих это что-то невообразимое. Но сейчас такого плана игрока, кстати, нету. Мне кажется, вот такого нету. Нет, такого и не будет, да. Такого и не будет. Хотя многие там, может быть, кто-то и недооценивает. Потому что всегда в футболе, знаешь, приходят новые. Все, вроде больше о них говорят, да, там. Да-да-да, звезда. Это будущее Роналда. Да, ну... Саш, знаешь, если я сейчас начну перебирать, мы здесь 10 составов можем набрать. Нет, нормально. Против кого и с кем я играл, да? Нет, нет, по поводу составов я хотел быстренько спросить. Если знаешь, что можно здесь, легко можно. Знаешь, вы можете задать мне некоторые фамилии футболистов, да, которые там для вас там купиры. И я скажу, о, да или нет. Зидану или Фигу? Месси или Роналда? Кто-кто? Месси или Роналда? Месси, да, Месси. Тут тоже, да. Холланд или Мбаппе? Угу, хорошо. Знаешь, в чем сейчас вопрос? В чем? Ковырка. В чем? В том, что не в тот момент ты меня спросил. Как Париж Сажермен сейчас сыграл? Проиграли они. В СС-4-1. Сейчас многие просто клюют, клюют, говорят, как это возможно. Поэтому, знаешь, вот тоже период есть в футболе. Ну, давай, Хави или Иньеста? Ох, елки-покки. Ты можешь как-то... Хорошо, я придумал. Давай, Рональдини или Дзюба? Рональдини. Вот такие, вот такие. Тут я тоже легко могу ответить на этот вопрос. Ребята, у нас сегодня в гостях Александр Мостовой, фонбет Кубок России. Продолжаем обсуждать. Впереди у нас будет небольшая забавушка, игра, которую называют спортивный статисфэкшн. Обязательно оставайтесь с нами. Чуть позже расскажем, что мы будем делать. Комеди-радио. Комеди-радио. Не нарушайте. Стадион Лифанс на Комеди-радио. Шоу «Частливые люди». Александр Мостовой у нас в гостях сегодня. Дорогие друзья и дамы. Я буду как комментатор, можно? Давай. Ну что ж, добрый, добрый день всем поклонникам футбола! Нет. Очень плохой комментатор. Ну, вы знаете, что, дайте мне время. У нас в студии человек с более приятным голосом. Бордик, Сашка. И с талантами, наверное, тоже какими-то более обширными. Давай, не, выпендриваться сегодня будем, ладно. Объясняй правила, для чего я здесь появился, и начнем. Спортивный статисфэкшн. Это название мы придумали в самом серьезном шоу. Значит, Саша будет говорить какой-то невероятный интересный факт, но не полностью. Он будет в определенный момент этого факта останавливаться. А нам нужно либо смешно его закончить, либо правдиво. Или правильно, да. Ну, вот прямо сейчас тренировка, да. Связан с футболом. Конечно, да. Вот, например, начнем с Влада, чтобы было понятно. Потом Семен, да, потом Сашты, да. Не троем вместе. Не-не-не-не, по очереди, конечно, да. Влад, Манчестер Юнайтед больше всего? Раз проигрывал из-за дождя. Семен, Манчестер Юнайтед больше всего? Больше всего брал в долг у Тамар Петровна. Александр, Манчестер Юнайтед больше всего? Если в этом сезоне пропускал. Теперь действительный факт. Манчестер Юнайтед больше всего продает футбольных майк. Футболы. Реально? Да, реально. До сих пор люди верят. До сих пор люди верят, да. Подождите, подождите. В Европе? Нет, по миру, да. А Енисей? А Енисей футбольный клуб? Хошь купайся, хошь пей. Слушайте Камеди Радио. От Волга до Енисея, пожалуйста. Да, ну а теперь, собственно, давайте в зачет. Один из футбольных клубов Мадагаскара, пострадавший от судейской ошибки, в следующем матче в знак протеста. Влад? Влад, вышел в костюмах бегемотов. Так, да. Один из футбольных клубов Мадагаскара, пострадавший от судейской ошибки, в следующем матче в знак протеста, вышел... В другой стране. Александр, один из футбольных клубов Мадагаскара, пострадавший от судейской ошибки В следующем матче в знак протеста Не вышел На самом деле забил 149 голов в свои ворота Это была встреча с самым большим Счетом с момента появления футбола 140? В свои ворота Знак в свои Конечно, да У меня такой вопрос, а как им разрешили? Ну как, они один забили Что у них там за правила? Ты представляешь, 21 человек бегут на одного воротаря Который в шоке Так вы мужики, да вы что? Представь, сколько сказал, 140? 149 Представляешь, они должны мяч поставить на центр Две команды Они не уточнили, две команды на пол Десять человек просто ограждают команду Вот так живым забором, и один просто лупит в свои ворота Да, и один лупит Это надо же взять мяч опять к центру Это у них сколько же времени ушло Прикинь, как человеку очень обидно, что он поставил На другую команду деньги Подожди, а прикинь, как вратарю обидно, который Да, да, да Который пропускал Да, да, да Все, что я знаю про Мадагаскар, что там животные убегают из зоопарков Я мультик смотрел Мультик, да, все верно Футбольное поле становится полосатым не из-за того, что его засевают травой разных сортов А в результате, Влад А то, что падает огромная шахматная доска с неба на поле Ага А полосатым, да? Полосатым, да Футбольное поле становится полосатым не из-за того, что его засевают травой разных сортов А в результате? А в результате, что для удобства колумбийцев они любят дороги Строить Давай я тебя спасу Я про это, да Александр, футбольное поле становится полосатым не из-за того, что его засевают травой разных сортов А в результате? В результате того, что вот так стригут, стригут эту траву На самом деле, в результате работы газонокосильщиков практически правильно, да Они не только срезают побеги, но и пригибают ее в разные стороны, создавая иллюзию полос Стригут Ближе всего, ближе всего был я Был бы жив Марадона, сейчас бы вообще не этот правильный вариант ответа был бы Ну и давайте Или Билан На сладенькое просто десерт Криштиану Роналду это двойное имя, а не имя и фамилия, чтобы вы знали, да? Редкое для Португалии имя Роналду, будущий великий футболист, получил из-за, Влад? То, что в паспортном столе не знали, как писать Якимчук Семен, редкое для Португалии имя Роналду, будущий великий футболист, получил из-за... Да я не знаю, как это перебить Куда? Якимчук это топ вообще Криштиану Якимчук, ну звучит, нет? Ирина Шейк Александр, редкое для Португалии имя Роналду получил из-за... Я сейчас... Я же в Португалии играл, поэтому я думаю, что обозначает слово Роналду Давайте я вам на португальском скажу Из-за тут, тут из-за Роналду Роналду У меня нет ответа правды, просто интересно Из-за... Рассказываю, из-за любви его отца к президенту США Рональду Рейгану О-о-о-о! Что, сразу, что ли? Ну, конечно Ну, конечно Ну, да, Рональд, да? Рональд, да? Американский след и здесь, понимаете? Всё, понятно, взломали Звоните хакерам Ребята, спортивный статисфекшн заканчивается У нас в студии Александр Мостовой Мы продолжим обсуждать фонбет Кубок России Оставайтесь с нами Итак, у нас стадион Лефанс На комедий радио В студии у нас Александр Мостовой В общем, мы обсуждаем фонбет Кубок России И не только фонбет Кубок России Мы решили вот что Так как я недавно в футболе начал только ходить на матчи Да Значит, мы решили спрогнозировать некоторые результаты Да Собственно, я сейчас Да У нас впереди сейчас следующий тур Ростской премьеры Лиги 7 Дальше уходят Играть все в сборной свои Да Мы выбрали 4 матча Которые сейчас, собственно, я буду озвучивать Ваша задача по очереди Говорить точный счет И по итогу мы посмотрим эти матчи И кто будет ближе к результату, тот победил А проигравший должен что-то сделать Значит, вот что мы решили сделать Если вдруг проигрывает Александр Мостовой Так То он выложит в свою социальную сеть какую-то Сторис Где расскажет, что вот у Семёна есть стендап Посмотрите Его стендап Реклама Да А я буду говорить, что я проиграл? Не, не обязательно Можно просто посмотрите мальчишку Просто посмотрите Конечно, да Если же Семён у нас проигрывает То мы всей командой комедии радио Диджей Редактор СММ Собственно говоря, я Пробиваем му как в старые добрые во дворе Ставим к стене Просим попу выпить Повернуться И мечом как следует здесь у нас Будем пытаться попасть Готовы? Я сильно готов Мне нужна реклама моего стендапа Пожалуйста Итак, смотрите Первый интересный матч, который будет происходить Это Краснодарское дерби Краснодар-Ростов Александр Да, первый прогноз с вас Так, мы должны угадать и счёт тоже Да, вот говорите счёт А, смотри, а если команда, например Я говорю, команда, которая выигрывает А счёт вдруг не совпадает Это плюс будет? Это Всё равно плюс, да? Да, да, конечно Всё равно плюс там, грубая там Если угадал победу команды Счёт Совершенно верно И разницу это как бы плюсы, да? Плюсы, да Итак, Александр 2-1 2-1 в пользу Краснодара Семён Я считаю, что 2-0 2-0 2-0 Ростов не забьёт Ростов не забьёт Команда Карпина, думаешь, дюжит Ты зачем на меня давишь? Хорошо Следующий интересный матч Одну поправочку Значит, если Краснодар выигрывает Представь, что Краснодар выиграет 3-0 Кто из нас тогда выигрывает? Ближе будешь, соответственно, ты Потому что разница у тебя меньше была голов Ты предугадал, что Ростов хотя бы один гол забьёт Так, хорошо Короче, я ему доверяю А если 1-1 Тогда мы не угадали, а кто ближе? Да никто Не считается Второй матч Погнали Быстренько Это дерби будет Спартак-ЦСК Спартак-ЦСК Точно, ЦСК Я не могу ставить на Спартак Никак, извините, пожалуйста Я думаю, что это 1-0 1-0, так 1-0 ЦСК ЦСК, да Александр Спартак-ЦСК Играет на... Так-так-так-так-так А два могу? Да, два результата могу Давайте, давайте Ну такой что? Давай Или 2-1 Спартак или 2-2 Или 2-1 Ну, в любом случае Ближе к Спартаку Третий матч Динамо, Москва Который сейчас выиграл Спартак И факел, который обыграл ЦСК Динамо, факел Александр? Не, давай Ну, 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 ну Ты же Динамо 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 3-0 Динамо, факел 3-0 Да Так, Александр Так, а здесь, чтобы не выиграть Надо тогда 2-1 2-1, хорошо 2-1, да И завершится все это наше с вами действие Матчем Урал, который набрал в целом неплохой ход И Локомотив Урал, Локомотив Я думаю, что будет 0-0 0-0, ничего себе Итак 1-2 1-2 1-2 в пользу Локомотива 1-2 Ничего себе Круто Круто Разные результаты получаются Знаешь, от того исходил немножко, чтобы мы действительно не попадали Да, да Посмотрим 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 Я уже подобрал видео, которое будет выкладывать Александр Пустовой у себя в социальных сетях А у нас сегодня был Олег А я подобрал уже площадку Площадку Где мы будем, да? И мячи спустил И мячи, да И мячи, да Мокрыми сделал Александр Мостовой у нас сегодня был в гостях в часе стадиона Липан Саш, спасибо тебе большое, что пришел Огромное Было круто, смотрите футбол Да И каждую пятницу в 10 утра на этом же месте Да, и смотрите Фонбет Кубок России Обязательно Скоро вернемся Комеди Радио